Все отлично. Итак, дорогие друзья, мы сейчас начинаем 74 урок Тора. Вообще у нас уже подряд 74 урок. И, значит, сейчас мы как раз собираемся. Осталось 2 минуты, пока все собираются. Мы сейчас будем изучать с 12-го отрывка. И с 12-го отрывка 11-й главы. 12-й отрывок 11-й главы. Открываем книжечки. И 11-я глава, 12-й отрывок. Значит, сейчас пока собираются. Нет, 11-й отрывок 11-й главы мы в тот раз на этом закончили. Я сейчас как раз, такая как вводная часть. Яков Шатанин как раз пришел. Отлично. Здесь в 11-м отрывке 11-й главы, в прошлый раз мы на нем закончили, что благословение, на благословение прямых поднимется город. То есть, есть люди прямые. То есть, это как раз люди, у кого природа уже полностью выпрямлена. И они такие уже, у них Ецарара их никуда не, как сказать, не тянет. Вот они по природе свои прямые люди, да. И у них есть благословение, у этих прямых людей. То есть, они прямые, потому что у них есть благословение. Это как бы знак, что они благословлены. Вот есть такие места, где люди такие добрые, честные, спокойные, например, да. Менталитет такой. А есть места, где люди, ну такие, как с дом, например, да. То есть, с дом. Там сами люди такие, не очень, да. Так вот, Ешарим, там, где находятся прямые люди, там есть благословение, которое на них идет, и оно все поднимает, весь город вместе с ними. Значит, интересно, что самая, мне сказали, самая страна, в которой соблюдается закон, вот есть для народов мира, из семь заповедей, сыновей, ноаха, да. Значит, семь заповедей. Первая заповедь, там делайте справедливый суд. Страна, в которой наиболее максимально все по закону. Какая страна? Сингапур. В Сингапуре, вот у меня все, кто были в Сингапуре, я никогда не был в Сингапуре, говорят, что в Сингапуре вообще невероятно, там, ну там, жвачку бросил, 500 долларов штраф. И там вот просто двери не закрываются, там никто на землю не плет, потому что плюнешь на землю, 500 долларов штраф, там, знаешь. И, то есть, люди, все по закону, у них прям реально. И очень богатая страна, там, самая лучшая экономика, все такое. То есть, там, где люди прямые, все делают по закону, там у них есть благословение. И оно поднимает этот город. УБП, Решаим, ТРС. А во ртах злодеев все рушится. То есть, когда страны начинают управлять злодеи, обманщики, когда нет закона, нет суда, справедливого, все. Ну, то есть, коррупция и так далее. То есть, если такая страна, она катится вниз по наклону, рушится отношение между людьми. То есть, то, что мы видим сейчас в некоторых странах. Теперь 12-й отрывок. Все, мы перешли к 12-му отрывку. Шалом, вот Авраам, Исраиль, Колотов, как раз присутствуют на уроке. В Израиле он сейчас молодец. Значит, 12-й отрывок, 11-й главы, он звучит так. Бас лереу хасар лев. Значит, позорит ближнего своего хасар лев. Сейчас мы разберемся, кто это такой хасар лев и что он позорит ближнего своего. Непонятно, да? В иш твунот, а человек, у которого твунот, это у которого есть логика, и который видит картину в целом глубоко, Яхариш, он промолчит. Значит, здесь нам в одном и там 12-м отрывке передается первый навык высокоэффективных людей быть проактивным, а не быть реактивным. Значит, когда какого-то человека позорит другой человек, то по закону он может ответить. То есть, если кто-то позорит другого человека, невинного, он грешник называется, это вообще большой грех, да, позорит другого человека. Но если тебя кто-то позорит, и ты ему хочешь ответить, то это уже не грех. Это уже что? Это уже необходимая самооборона. Человек может один на другого там кричит, обзывает, второго может сказать, там, ты сам, ну, ответит ему, ты сам дурак. Ну, как минимум, да. То есть, это уже не преступление. Но написано, что позорит ближнего своего. Ну, ближнего это когда он, ну, как бы, вы были в нормальных отношениях, он на тебя начинает наезжать кто-то, да. Теперь Хасар Лев тот, кто не может сдержаться. Хасар Лев, у кого не хватает самообладания, он будет отвечать ему тем же. То есть, та мера, которую человек меряет, меряет ему. Ну, здесь второе в Мишле у нас такое есть, как отрывок, что кемаем по ним, кемаем по ним ли по ним, как лев адам ли лев, как лев адам ли лев адам. То есть, как человек смотрит на свое отражение в зеркале, так же сердце одного отражает твое к нему отношение. Вот кто-то такой, например, или там женщина нервная какая-нибудь, да, родственница даже, может, жена даже, да. И она такая вся в расстроенных чувствах начинает на мужа своего крещения. Отвечать, да. Теперь, если он Хасар Лев, если у него нет самообладания, то он что сделает? Он ей скажет, ты что вообще? И ответите ей тем же, правильно? Теперь, вторая часть отрывка нам говорит. Вы ишь твунок, но человек, который видит вперед, который видит цельную картину, он понимает, что, во-первых, она сейчас не в себе, или там друг не в себе, или этот ближний не в себе. То есть, и то, что ты ему ответишь той же монетой, ты только разожжешь этот костер. То есть, ты никак ситуацию ты не уладишь, и лучше ты не сделаешь. То есть, конфликт просто разгорится с большой силой. Поэтому ишь твунок. Ишь это такой человек, да, который управляет собой. То есть, он как бы человек-человек. Он промолчит, он скажет, я с тобой сейчас разговаривать не буду. Успокоишься, проспишься, отдохнешь, тогда поговорим. То есть, выйдет просто и все. Это уровень. Это уровень человека твунок. То есть, человека, который видит картину в целом. Но тот, кто не видит картину в целом, он ответит реактивно и, как бы, пользы от этого никакой не будет. Очень красивая такая мудрость, которая, ну, очень применимая в жизни. Часто она, к сожалению, применимая. Потому что люди не контролируют себя. Теперь дальше. Тринадцатый отрывок. Тринадцатый отрывок такой. Значит, ходит, сплетник, открывает тайны. А тот, кому можно доверять, он скрывает вещи. Теперь здесь есть разные типы людей. И есть люди, которые они реально все рассказывают. Вот он, у меня есть один знакомый. Значит, его встречаешь. Он тебе все про всех сразу. Вжух. Пять минут, и он тебе все про всех рассказал. Как, у кого дела, кто что делает, куда едет. И неплохие вещи. Он рассказывает хорошие вещи. Это сплетник. Не обязательно, что он про людей говорит плохое. Он просто тебе выдает все тайны. Теперь. Я каждый раз думаю. Стоит ему что-то рассказывать или нет. Потому что все, что я ему расскажу, понятное дело, что он расскажет всем остальным тоже. Это как бы, ну вот, это то, о чем нас предупреждает Шлома Тора. Царь Соломон, он нам это передает. Что ходит вот этот сплетник и открывает тайны. Значит, ему нельзя никакую тайну давать. Вообще не выдавать. Потому что то, что знают двое, уже может знать все. Особенно, если он сплетник, так будут знать все. Теперь. Есть люди, которые, они просто такие молчаливые, все скрывают, такие ничего не говорят. То есть, ты можешь понять, что такой человек, ему можно довериться. Потому что он не будет, ну, никому сплетничать не будет. То есть, как бы, простая, понятная вещь. Хорошо. Теперь, значит, 14. Если я вспоминаю здесь, как-то я, ну, общался. Сейчас я выдам чужую тайну. Но я не сплетник. Я не буду называть имен. В общем, я как-то был советником одного политика. И ему приехали ребята, которые, ну, политтехнологи, да. И они говорят, мы сейчас, у нас такая есть технология, что не надо никакая реклама, не надо нигде выступать. Мы запускаем, запускаем в город людей, информаторов, которые распространяют любые, любые мысли, которые мы хотим. Ну, они ездят по рынкам, там, по автобусам, в общественном транспорте, и они распространяют слухи. И они так уже научились эти распространять слухи, что они находят, ну, вот этих вот сплетников. И через там день весь город будет говорить, вот то, что мы захотим, весь город будет говорить, там, на городских выборах. И, значит, он говорит, ну, давайте попробуем, а как вас проверять? У них все очень четко. То есть, они с диктофонами ходят, там, потом, ну, в общем, система была контролируемая, проверяемая. И, значит, через день запустил он слухи какие-то, через день он приходит домой, ему жена его говорит, слушай, говорит, ты не поверишь, мне сказала там домработница, что там, и ему просто пересказывают то, что конкретно они запустили день назад, именно специально слухи по городу. То есть, сплетников оказывается много, и достаточно именно найти вот этих сплетников и вещь распространиться. Один сплетник, это как, ну, люди, которые инфицируют там венерическими заболеваниями, например, да. Я читал, как в Чикаго распространилась дикая эпидемия, когда разрушили дом один, ну, в черном районе, да. И там жило три активиста таких, которые, ну, реальные были активисты. Их расселили в разные районы города. И в это же самое время совпало, что сократили врачей, которые по венерическим заболеваниям в Чикаго. Эта книга называется «Переломный момент». И из-за того, что врачей стало меньше, то время на обращение удлинилось там с 7 дней до 14 дней. И эпидемия захватила весь город. То есть, три человека, и условия совпали, что нельзя было сразу останавливать это. Эпидемия, прям там страшная эпидемия была в Чикаго. Представляете? Значит, дальше. Четырнадцатый отрывок. Бээн Тахбулот и Поль Ам. Уча Бэров Юец. Значит, это очень сейчас применимо для каждого из нас, потому что, в принципе, тут в этом отрывке, сейчас я его переведу, есть два аспекта. Значит, первый аспект такой. Вообще перевод в начале. Если нету Тахбула, Тахбула, это уловка такая. Тахбула, это перевести на русский, ну, такая как хитрость, как хитрость такая Тахбула, да? Если нету хитростей, упадет народ. И спасение, оно приходит от Бэров Юец, когда есть много советников. Значит, есть деление такое. Есть известный посуд, тоже это в Мишле есть, и в Тейлим, по-моему. Звучит так. Работ, макшивот, блеф, иш. Много мыслей. Макшива — это мысль. Много мыслей в сердце человека. Отсюда, из этого отрывка, кстати, мы видим, что сердце — это именно мышление, это подсознание. Это не сердце, сердце. То есть сердце — это мышление. Так вот. Работ, макшивот, блеф, иш. Много мыслей в сердце человека. В отца Ташем, ица вот это вот, переводится «итца» — это совет. Совет Бога, он исполнится. В отца Ташем и таку. Значит, чем отличается мысль от ицы, от совета? Значит, мысль это когда у человека есть много разных размышлений. Он думает или так, или так поступить, или так, или так поступить. То есть, когда есть много вариантов, это мысли. Когда уже ты пришел к одному варианту, это уже ица, это совет. Это та мысль, которую ты выбрал и написано, что совет Бога, он исполнится. Но получается так, что раз реальностью управляет Бог, значит, то, что я выбрал как выбор мой, совет, и то, что я уже начал делать, это что? Это оказывается совет Бога. То есть, человеку ведь реальность-то делает Бог, внутри у меня выбор есть, есть, это все мысли. Но совет Бога, он исполнится. То, что идет уже к исполнению, та мысль, которая решение, раз она уже вышла из меня, значит, она уже в мире, в котором не только я контролирую, а кто контролирует внешний мир? Бог. Он контролирует все пересечения в этом мире. Значит, понятно теперь, что совет Бога, он исполнится. То есть, любой выбор, он исполнится. А в чем тогда моя, как бы, где же выбор тогда, да? Где же выбор, если уже это совет Бога, он исполнится, это же не я выбрал. Нет. У меня внутри, вот именно за мои размышления, за мой выбор, да, вот за это я и несу ответственность. Как написано, Акольмина Шамаем, все с неба, кроме трепета перед небесами. Если я выбирал что-то, и у меня было во имя небес, Лишем Шамаем, да, то есть, если я в своем выборе руководствовался страхом перед Богом и желанием служить Богу, значит, любой мой выбор, он в итоге приведет меня к позитивным последствиям для меня. Если я выбирал, вообще забыв про Бога, и основой моего выбора были какие-то другие данные, то любой мой выбор, который он вышел во внешний мир, в итоге все равно меня приведет к сложности. Понятно, да, идея? То есть, в основе выбора всегда должно быть служение Богу, страх перед Богом. Тогда, мы уже учили это в Мишле, положись на Бога всем своим сердцем, и на свою сообразительность не полагайся, потому что твоя сообразительность, вот эта бина, если она не без бетахона, без того, что я полагаюсь на Бога, она в итоге разрушится. А тот, кто полагается на Бога, его будет милосердие окружать. То есть, тот, кто полагается на Бога, то любой его выбор, любая, как говорится, на всех твоих дорогах познавая его, он выпрямит все твои пути. То есть, тот, кто полагается на Бога, то любая яйца, которую он из себя выводит, она будет, она будет, что? Счастливая. Понятно, да, идея? Так, здесь написано так. Когда идет война, значит, если у тебя нету... А, еще тахбула есть такое слово. Значит, этца это уже решение. Тахбула это набор решений, которые... Хитрость такая. Когда идет война, вот один идет на войну, да, пролезет. Второй, он подготовился. У него есть тут и ца, тут и ца, тут он принял решение, как буду действовать, тут он принял решение, как буду действовать, тут. И у него есть, знаете, одна из самых сильных игр, которые развивают вот такое вот мышление Тахбулот, вот это хитрое мышление, да, это русские шашки. Русские шашки очень интересные играют. Ну, обычные шашки, да, они называются русские, есть стоклеточные международные, есть русские. Что, когда ты в шашки играешь, то ты смотришь, а, вот я так пойду, он меня побьет, там бить обязательно. Я еще раз пойду, он меня еще раз побьет. Я еще раз побью, он меня еще раз побьет, а потом я его так приведу к тому, что я побью там пять шашек. Понятно, да, идея? Вот это называется Тахбула. Когда у меня есть решение, как пойти, и на каждый его ход у меня есть еще одно решение. Но в итоге набор моих решений приводит меня к тому, что я выиграл. Это Тахбула называется. Теперь в четырнадцатом отрывке нам объясняется суть поведения, как выиграть в войне. Теперь война есть разная. Есть война, бизнес-война, есть война, какая-то там, ну, конкуренция. Есть война с ЕЦРРА. Все это войны, и везде нужна Тахбула. Потому что если у тебя нету плана, как работать, да, как воевать, БН Тахбулот и ПОЛЬ АМ, это будет проигрыш. Если у тебя нету подготовленных Тахбула, теперь в ЭЦРА БРОВЬЮ ЭЦРА. И спасение, когда у тебя есть много советников. Это мы учили в Перте АВОТ, что МАРБЭ ЭЦА, МАРБЭ ТВУНА. Умножая советование, умножаешь понимание. ТВУНА – это понимание, видишь картину в целом. То есть ты приходишь к одному, там, к Йосефу и говоришь, Йосеф, у меня такая-то ситуация, что ты мне посоветуешь? Йосеф, он со своей точки зрения, он человек, который добился каких-то успехов в какой-то сфере, да. Он говорит, ты знаешь, я вижу ситуацию вот так, я тебе советую вот так. Ты записал, ой, интересный взгляд, такой ракурс. Идешь к Давиду и говоришь, Давид, а ты что мне посоветуешь? Давид, оп, что-то посоветовал. Ты записал, как он видит с его ракурса, да. Дальше ты посоветовался, желательно советоваться с людьми, у кого способ мышления доказал их эффективность. То есть не стоит советоваться о деньгах, ну, например, человекам, которые потерял все деньги и продолжают их терять. Не стоит советоваться по семейным вопросам, как сохранить семью человекам, который три раза развелся и, ну, и больше не женился. И решают, что жениться больше не надо. Понятное дело, что нужно советоваться с теми, у кого есть в этой сфере успешный опыт для того. Но когда ты собрал эти разные взгляды, тогда ты можешь уже надеяться на победу. Как нам написано, что если у тебя нет подготовленных хитростей, то это, скорее всего, ты в войне проиграешь. И спасение приходит, когда у тебя есть много советников успешных, да, то тогда ты найдешь, по-любому найдешь решение. Понятно, да, идея? Это очень сильная мысль. Теперь, последний на сегодня отрывок мы изучим. Хотя дальше вообще начинается интересное, но это будет завтра. Вот с 16-го там идут вообще очень практичные советы. Значит, 16-й отрывок такой. Значит, здесь нас предупреждает, царь Шломо предупреждает нам о следующей вещи. Значит, есть такое понятие, как надо помогать ближним, друзьям и так далее. Но он нас предупреждает, он говорит, зло ломает, ироэ это как, ну, ломает, в общем, зло ломает, когда ты становишься арывом даже чужому. Значит, и ненавидь тех, которые ненавидящие, значит, таким это, ну, как, токай каф, как сказать, сейчас я объясню словами, так я не могу перевести. Ботех, он будет уверен. В общем, смысл здесь в чем, что когда ты за кого-то становишься гарантом, поручителем, да, за чужого человека, то это, скорее всего, будут проблемы. И ненавидящий, то ким каф, да, поручательство, это, есть два вида поручательства. Есть поручательство, когда, вот у меня сейчас есть одно было поручательство за человека, да, я говорю, это человек честный. Я с ним работал уже пять лет, и пять лет он мне, ну, делал всегда всю работу честно, то есть я ему платил деньги, то есть я могу сказать, что я ручаю, что он честный человек. Теперь он людям сделал какую-то работу, и они потеряли огромную сумму денег. Теперь это называется поручательство за чужого, и это простая форма поручательства, то есть на мне ответственности нету. Я сказал, что он честный, да, он честный, он мне делал два года работы, то есть я не поручил. Есть такое поручительство, называется кабланут, то есть я не поручился, что если он не сделает работу, я за него заплачу. То есть этого не было. То есть не было у меня здесь никакого, ну, заинтересованности. Я сказал, я его знаю, но оказалось, что он людей сильно подвел. Люди сейчас на меня обижаются. Если бы я до этого этот пасух учил, я бы все равно сказал, что он честный человек, потому что, как бы, он же не чужой, он мне столько лет был, ну, там, я реально ему доверял. Я, мы должны людям помогать. И мы должны людям помогать. Я считал, что я имею право сказать, что он честный человек, потому что у меня есть доказательства этого. Теперь, а есть поручительство кабланут, когда ты за него берешь ответственность, например, кто-то покупает квартиру, и ты говоришь, если он не отдаст, я отдам за него деньги. Это уже ты, как бы, называется, вот это вот тотим каф, да, то есть ты уже дал за него, ну, такое сильное поручительство. Он говорит, тот, кто сонет такие поручительства, он будет спокоен в жизни, потому что здесь ты не можешь ни за кого поручиться, потому что даже у человека, которого ты знаешь, доверяешь ближней, у него могут быть обломы, и поэтому к тебе придут, по-любому из тебя спросят. Поэтому лучше всего вообще ни за кого не поручаться, если ты поручаешься, то не, чтобы это не было поручительства, ну, что ты за него отвечаешь, потому что ты за себя не можешь отвечать, как еще за кого-то отвечать, да. То есть нужно всегда говорить, что я не знаю, ну, то есть я за себя не отвечаю, он был честный, столько людей муж с женой живут, клянутся жить все вместе, потом разводятся, изменяют друг другу. Там компаньоны 20 лет вместе в бизнесе, потом судятся, друг у друга забирают, заказывают киллеров друг на друга. То есть поручаться за кого-то, это лучше не поручаться. Все, какие три вывода мы делаем сегодня? Я делаю вывод такой, что первое, что не отвечать, быть проактивным, с дураками не связываться, это первый вывод. Второй вывод у меня, что тот с сплетниками не связываться. И третий вывод какой, чтобы было хорошие советники, но при этом надо полагаться на Бога, потому что Бог может любой самый хороший совет сделать так, что он приведет к разрухе. И самый, казалось бы, плохой совет может привести к суперпоследствиям, если ты полагаешься на Бога, и Бог тебе дает удачу. Но, тем не менее, советоваться надо. Все, давайте, жду ваши выводы. Очень интересно, какие вы сделали выводы из этого. И завтра у нас, начиная с 16-го отрывка, очень идут прям такие, прям практика-практика для ежедневного использования, потому что тот, кто идет по путям Торы, у того будет благословение, успех, удача, деньги, почет и долголетие. И долголетие. Все, удачи, успехов. Да, все, удачи, успехов. Жду ваши выводы. Обязательно напишите три вывода. И подписывайтесь на страницу ВАИКРа. Друзей подпишите, поделитесь уроком. То есть, мы должны распространять Тору, это наш конкретно долг перед Богом. Бог нам дает знания, значит, мы должны эти знания распространять. Все, удачи, успехов. До завтра.